здравствуйте друзья подписчики канала жизнь в чистом небе в эко поселении чистое небо буду собирать каркас под гряды а именно каркас из доски 150 на 5 50 они были нарезаны в размер для зашивки фронтона но гряды важнее вчера на то время вечером покрасил бетонным лаком доски для того чтобы послужили подольше вот и сейчас буду носить на место монтажа и далее увидите сборку тонкости и нюансы живя в новгородской области своем доме никогда взглядами не заморачивался обычно брал стыковую лопату делал холм из земли и штыковая лопата просто прибивал по краям землю она уплотнялась получалось гряда сейчас я решил сделать красивую надежную гряду которая будет служить долго и не заморачиваться с лопатой бегая все это дело поправляем конец апреля погода нас не радует особо не блещет что-то я легко оделся но думаю таская доски все-таки согреет занять это куда емко дядь все-таки отбираем это и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как лучше носить доски на плече... Вот оптимальная такая конструкция... Когда у вас плечо здесь под напрягом... А другая рука держит доски... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Видите, удобно применять... Пречатки необычные... А вот такие велосипедные... Они из кожи... Из натуральной... Руки не царапаются... Удобно... Очень удобно... Как видите, мне помогает заседская собака... Почти каждый день... Продолжение следует... Молодец... Молодец... Все... Хватит... Садень из ходьбы... Наматываю много километров... Несколько лет подряд... Картофель сажал... Под мульчу... Под сено... Что сажал... Так и то и выкапывал... Причина в том, что... Помогают... Грызуны... Кроты... Землеройки... Выкапываешь спину... Там, дай бог, две картошины... Остальное... Достаточно в туннели... Реально... Туннели... По травой... Поэтому... Вот таким... Способом таскать доски... Не советую... Идет сильная нагрузка на одну сторону позвоночника... Потом будет болеть просто спина... Для того, чтобы носить тяжести... Перетаскивать, что за тяжелое... У меня есть... Каркасный пояс... Каркетного типа... Одеваешь... Как будто... На спину бронежилет одет... Стягивают... Мышцы... И... Таскать... Намного проще... Удобнее... Но есть минусы... Целый день нельзя носить... Максимум 6-8 часов... Как там написано... Иногда таскал 12 часов... Потом... Уже начинаются... Реально... Болевые очищения... В стене... Мышцы... Кованы... Сейчас начну собирать... Доски... По парам... Потом соединять... Через собой... На стыках... А как тут тут было... Как тут тут было... Как тут тут было... Как тут тут было... Как говорят... А тут дела лучше... Длина гряды у меня запланирована 1,5 метра, потому что пароизоляция выводим по 1,5 метра, режем доски на боковины, а именно 4 штуки по 1,5 метра и пилим, 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 пилим и пилим, 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 пили Одна доска будет как таблон. Как таблон. Обрезки доход нужны для соединения между собой. У нас виды пролеты по 5-50, между ними надо соединяться. Здесь я собираю щиты, ползут муравьи, лесные дикие. А вот рядом с камерой находится муравейник. Вот они копошатся. И также они копошатся у меня под ногами. Посмотрите. Поэтому есть вариант, что я буду укушен муравьями. Довольно-таки неприятная штука. Когда кусают маленькие муравьи, это ничего. А когда лесные, их штук 10. Их кислота довольно-таки неприятная для кожи человека. Заход. Тихий скачет. Кликово, зеленый. Зеленое, вошенник... Кликово, зеленый. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Довольно известная среди строителей Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Внутрь вставляю ребро жесткости, чтобы не исламило при перевороте. Видите, соловей прилетел, поет мне песенки. Привет, сосед. Я думал, что ты нам все занимаешься. Что он скрипит и скрипит, а? Все на экшн-камеру. Ты вовремя. Сейчас будем это дело переворачивать. Да. Вот сосед пришел помочь. Понял, твоя уже давно здесь помогает, а ты только пришел на помощь. Значит, какая-то помощь нужна. Да. Пойдем в мою машину переходим. Куда? Перетолкаем. Здесь. Беленький? Беленькое ведро. То есть ты ее вручную? Без экшн-камеры. Без экшн-камеры. Обойдемся без экшн-камеры. Дадим до дополнительной жесткости. Это, как говорится, центр гряды. И когда будем переворачивать, вся нагрузка вот здесь. А переворачивать надо обязательно, потому что здесь будет натянута парогидроизоляция серого цвета. И при перевороте начинается винтовое движение доски. Выкручиваем. Боня, а что такая мокрая, а? Купалась, да? Ну, молодец. Сейчас финальная стадия. Закрепляю стенку. Натягиваю пароизоляцию степлера. Зову соседа. Переворачиваем. И гряда готова. Можно засыпать землю и сажать. Натягиваю пароизоляцию от грязунов. Это чистый эксперимент. И моя личная идея. И моя личная идея. Это неправильно не идет. Натягиваю пароизоляцию. Это чистый эксперимент. Около. Без пояс. Тут 20 вида. Уважаем пароизоляцию. И это дает. Важаем пароизоляцию. Субтитры сделал DimaTorzok 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 заливаем бензина любого и вот такая приспособа на шруповед обычная электродина диаметры 4 и поехали а Субтитры сделал DimaTorzok